Прошла неделя, как я оставлял корм для бомжа Даниила. Надо проверить, как он там. Я очень скучаю по моим прогулкам с камерой и рассуждениями о жизни. Но, увы, в эту жару все рассуждения сводятся к одному побыстрее. Надо сполоснуться под душем и спрятаться в чертовой матери от этой погоды. Я не удивлюсь, что бомж Даниил скрывается от жары. Эй, Даниил! Рядом с жильем бомжа Даниила. Смотрите, сколько тут всего. Энциклопедия, 12-й том. Какой ужас. Еды куча. С бесплатного магазина видно. Ой, это даже алкогольная. Как это бомж Даниил проебал. Так. Отличный подсвечник. Посуда. А вот хозяева. Что там еще? Боже. Это баскетбольная сетка или волейбольная? Вон еще том энциклопедии. А вот качалка для бомжа Даниила. Этому он будет точно рад. Еще. Вот еще. Воу. Ну, бомж Даниил. Надеюсь, ты дома. Если ты не дома, то я выпью это сам. Мать Тереза идет к бомжу Даниилу. Сегодня у меня жена в детском саду работает. У них выключился свет где-то на час. Их заставили весь ланч выкидывать. Бесплатный. Бутерброды, короче, с сыром, с колбасой. У меня жена тренирована мной. Она, конечно, их забрала. И сейчас мы угостим бомжа Даниила. Здесь заболочено. Вы видите? Это не мухи. Это комары. Они не меня атакуют просто. Смотрите. Смотрите. Неужели бомж Даниил исчез? Может, у него белая горячка, он в больнице. Может, в тюрьме. Потому что ничего он не сдвинул с места. С прошлой пятницы. Ну, правда, там находиться очень жарко. Вот я вышел. Видите, весь мокрый. Короче говоря, странный случай бомжа Даниила. Как найти бомжа Даниила? Вот ведь вопрос вопросов. Вот так живет, живет человек. А потом бах. Вторая смена. Это третья попытка найти бомжа Даниила. Который пропал почти две недели назад. Я уже не иду обычным путем. Потому что, если бомжа Даниила убила портариканская мафия, я боюсь, они доберутся и до меня. Поэтому я иду окружными путями. Вдруг наткнусь на труп бомжа Даниила. Вот еще не хватало. Далека, дорога твоя, далека, лиха и пустынна. У меня здесь только олени, бобры и комарилья. Кажется, я просчитался. Ничего так не укрепляет нервную систему, как атаки комаров. И вы научитесь их терпеть, вы можете вытерпеть все, что угодно. Кажется, вода в реке поднялась. Удастся ли нам ее форсировать? Скользко. Дело в том, что был... Очень серьезный ураган. В Луизиане. Но нам чуть-чуть досталось. Тоже был дождь, ветер. Река стала нефорсируемой. Черт по деревьям. Найти дальше надо. Здесь раньше было все дикое. Но сейчас выборы мэра в этом году. И... Они решили часть территории бомжей отхватить и сделать парк. Сейчас мы выйдем в более культурную зону. Хотя комаров меньше не станет. Посмотрите на меня. На какие трудности приходится идти. За это я не люблю делать ютуб на улице летом и зимой. Не стоит свеч. Из-за того, что не удалось форсировать речку придется идти через ад оккупированный гобниками и наркошами. Что может быть даже в какой-то степени более неприятно, чем комары. наркоманы меня не тронули. теперь нам предстоит дорога. Вот это железко, которое проходит мимо дома бомжа Данила. Наверное, я уже очень стар или выгляжу в очках официально. Но наркоманы уже не обращают на меня внимания. Меня всегда вот эта заброшка интересовала. с той стороны там правда парковка и люди и все. Но мне кажется, вот эта часть заброшена. Найти бы тыру. Ну, давайте рассуждать логично. Если бомж Данил снял квартиру, например, он бы наверное велосипед забрал как минимум и аппет, правильно? Значит, он ли в больнице? или в тюрьме? Где еще? Ну, кошелек-то он-то не оставил. Кошелек был при нем. Все при нем. надо было назвать комары бомжа Даниила. У меня за ушами такое впечатление, что сейчас кожа начнет отваливаться кусками. Так они долго от меня. Я просто уже устал их убивать. Уже просто махну рукой. велосипед велосипед айпэд на месте. Велосипед закрыт на замок, ключа нет. бомжа Даниила да, единственный у меня был актер в моем шоу и тот исчез. Ну, у меня дети, понимаете, я не могу же от них деньги брать и устраивать бюджеты для съемок. Так что будете теперь вспоминать бомжа Даниила глядя на мою небритую рожу. Пишите, что делать. Пишите. Участвуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!